на докладу, посвященную артериальной гипертензии, который представит доцент терапии Российской Академии непрерывного и медицинского образования Кочетков Алексей Иванович, кандидат медицинских новых. Алексей Иванович, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Не секрет, что в действующих рекомендациях у нас все приоритеты отданы в применении именно фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов у пациентов с артериальной гипертонией, но существуют в реальной клинической практике те ситуации, когда все-таки свободные комбинации имеют преимущество, имеют свой потенциал как в органопротекции, так и, конечно, в достижении целевого артериального давления. И вот в рамках своего доклада я хочу представить два клинических случая, где именно свободные комбинации позволяют, с одной стороны, персонифицировать антигипертензивную терапию, а с другой стороны, конечно, улучшить прогноз наших с вами пациентов и защитить их от дальнейшего напряжения органов мишени артериальной гипертонии. Первый больной пожилого возраста, 73 года ему, жалобы на повышение артериального давления до 165 на 70 мм рт. ст. То есть есть изолированная систолическая артериальная гипертония. Есть определенные жалобы на когнитивную сферу, то есть сложности в приготовлении пищи, затруднения при расчетах в магазине, забывчивость. Из анамнеза известно, что в настоящее время пациент не работает. Ранее была консультация невролога. Проведена оценка когнитивного статуса с помощью краткой шкалы оценки когнитивного статуса МСЕ. 23 балла из возможных 30 набрал пациент. И вот на основании таких данных о неврологах выставил диагноз умеренные когнитивные нарушения. Что известно из анамнеза? Хронические заболевания дном предстательной железы, хронический кокрикулезный холецистит, сахарный диабет, инфаркт миотарда, инсульты пациент отрицает. Аллергоанамнез на тягощенке вот постоянно принимает нитриндепин, нитримет в дозе 10 мг. Что из объективного статуса обращает на себя внимание? В целом по органам и системам без существенных особенностей, за исключением, конечно, сердечно-сосудистой системы. Здесь офисное артериальное давление, офисное артериальное давление, то есть то давление, которое измерено на приеме у лечащего врача, 148 на 75 мм рт. столба. Что по данным лабораторно-экспериментальных методов исследований? Клинический анализ крови и мочи без патологии, биохимический анализ крови, 111 микромой креатинин, скорость клубочковой фильтрации, соответственно, 56 мл в минуту, есть уже хроническая болезнь почек у нашего с вами пациента, глюкоза 5,4, остальные показатели в пределах нормальных значений. Электрокардиограмма, ритм синусовый, 72 удара в минуту, нормальное положение электрической оси сердца. Проведено суточное мониторирование, еще один дополнительный метод перификации наличия артериальной гипертензии. Появлена вот как раз систолическая артериальная гипертензия. Под данным ультразвука сердца есть поражение сердца как органа мишени артериальной гипертензии, концентрическая гипертрофия миокарбилевого желудка, глобальная функция его сохранена, фракция выброса 65%. По клапанному аппарату без существенных особенностей, нарушение расслабления миокарбиле, остеолическая дисфункция, что крайне характерно для пациентов с артериальной гипертонией. И вот в легочной артерии все спокойно, признаков легочной гипертензии не выявлено. Какой же диагноз? Гипертоническая болезнь второй стадии, нет у пациента ассоциированных пока еще к счастью, нет ассоциированных клинических состояний, поэтому вторая стадия, первая степень по уровню повышения артериального давления и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Хроническая болезнь почек третья стадия и умеренные когнитивные нарушения. И вот согласно действующим рекомендациям в диагнозе мы должны теперь выносить и целевой уровень артериального давления. Свой пациент пожилого возраста, есть хроническая болезнь почек, поэтому целевое систолическое артериальное давление у таких пациентов 130-139, хотя столическому все гораздо проще. У всех категорий пациентов с артериальной гипертензией диастолическое артериальное давление целевое 70-79 мм. Такова же тактика наша. Доза нитримеда нитранзипина была увеличена до 20 мг в сутки, пациент относится к категории высокого риска. Соответственно, принято решение о назначении комбинированной антигипертензивной терапии. И вот в качестве второго антигипертензивного препарата в виде свободной комбинации был назначен эндопамид, эндап. В настоящее время у эндапа появилась такая уникальная делимая таблетка, которая позволяет титровать дозировку минимально возможной. Теперь в нашем аксинале есть доза 0,625 мг, как раз мы ее назначили, до максимальной. Безусловно, помимо лекарственной терапии, фармакотерапии, нитримедаторные методы воздействия, когнитивный тренинг, диет, ограничение потребления соли, алкоголя, исключение кофеин, содержащих продуктов. Почему же именно такую свободную комбинацию мы выбрали в данной клинической ситуации? Хочу сказать, что наши рекомендации по артериальной гипертонии 2020 года, 2020 год был богат на обновление клинических рекомендаций, и в них, конечно, апостулируются приоритеты стратегии одной таблетки применения фиксированных комбинаций. Но в то же время эксперты подчеркивают, что при наличии клинической целесообразности, при учете особенностей течения заболевания, при учете антигипертензивной эффективности препарата, возможности его органопротекции, врач имеет право назначить любой антигипертензивный препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации, имеет показания артериальной гипертензии, как в гонотерапии, так и в комбинации. Соответственно, ниша для применения свободных комбинаций у нас все равно так или иначе остается. И вот почему мы выбрали недельмет и индап? Были такие основополагающие исследования как раз у пациентов с изолированной систолической артериальной гипертензией. Это, конечно, исследование СИСТИРов и СИСТА-ЧАЙН, в котором были живые пациенты и применялись как раз. Что было показано в исследовании СИСТИРов? Снижение риска деменции на 55%. Ни один из антигипертензивных препаратов в дальнейшем, до настоящего времени, показал вот такую эффективность и улучшение когнитивного функционирования. Безусловно, снижение риска инсультов. То же самое в ответ в СИСТИРов, тоже от серебропротекция, снижение риска инсультов и влияние даже на такую жесткую конечную точку, как смертность от всех причин. И было исследование ХАЙВИ. Там были очень пожилые 80 плюс пациенты. Там тоже, да, все больные имели артериальную гипертензию, но не изолированную систолическую, систово-диастолическую. Там, например, и применялся как раз эндопамид. Что было выявлено? Тоже, церебропротекция, снижение риска инсультов на 30%, кардиоваскулярная и смертность от всех причин также достоверно снижалась, уменьшалась вот в этом исследовании. И вообще СИСТИРов, та работа, где изучалась инсультов, это исследование очень репрезентативно для нашей с вами, Российской Федерации. Большое число пациентов было включено в наших соотечественников, почти 4700 пациентов. И вот, о чем я говорил, деменция минус 55% риск деменции, риск инсультов минус 42%. Какие же подгенетические основы вот такого благоприятного влияния деменита на когнитивное функционирование? Безусловно, у пациентов с артиальной гипертензией чаще всего наблюдаются смешанные когнитивные нарушения. С одной стороны, это геродегенерация, с другой стороны, сосудистые компоненты. Вот именно анитриндепин обладает способностью влиять на транспорт бета-тамилоид. Вот внизу данные одного из исследований сравнивались разные дегидроприединого антагониста кальция, и только геродегенерация обеспечивала статически значимое снижение концентрации бета-тамилоида, того субстрата, который как раз является основой формирования болезни Альцгеймера, формирования когнитивных нарушений, в том числе у пациентов с артериальной гипертонией. И эндопамид, эндап, тоже способен благоприятно влиять на когнитивную функцию. Это было такое исследование «Прогресс». Там изначально изучался периндоприл в своей минимальной дозировке, минимальная даже половина от минимальной терапевтической 2 мг, и при недостижении целевого уровня артериального давления мог добавляться эндопамид. И вот именно в группе добавления эндопамида в комбинированной терапии прогрессирование когнитивных нарушений снижалось на 23%. Это помимо вот такого совершенно очень хорошего антигипертензивного эффекта комбинированной терапии свободной комбинации эндопамида и ингибитора ангиотензин-превращающего фермента. Вообще, тиозидные и тиозидоподобные дюретики, они классически объединяются в такую некую единую группу, но, как мы увидим дальше, не совсем это правильно. Истинный тиозид и тиозидоподобные дюретики отличаются как по своей эффективности, так и по профилю безопасности и переносимости у пациентов. Вот данные мета-анализа по церебропротекции до единого класса тиозидов и тиозидоподобных дюретиков. В целом, тиозидный класс, так, тиозиды, они, по результатам мета-анализа, имелась такая некая тенденция к снижению риска инсульта недостоверная на 8%. Вот разбили, исследователи отдельно посмотрели тиозидоподобные дюретики и истинный тиозид и гидрохортиозид. В группе гидрохортиозида статистически значимого влияния это недостоверные данные на риск инсульта не было, прослежено даже такой некий тренд на повеличение его. А вот в группе тиозидоподобных дюретиков, прежде всего эндопамида, статистически значимое снижение риска на 18% наблюдалось, что вот еще и еще раз доказывает различие в эффектах, конечно, тиозидных и тиозидоподобных дюретиков. На самом деле эндопамид является уникальным представителем тиозидоподобных дюретиков. Изначально, в прошлом столетии, в середине прошлого столетия он был зарегистрирован вообще как антогонист кальция. На самом деле в своих минимальных дозировках он демонстрирует антогонизм ионом кальция, тем универсальным ионом, которые служат триггерами в аптозе, в процессах гиппеликлеток, а уже при более высоких дозировках соединяются диуретические эффекты. И вот эндопамид тоже способен влиять на продукцию бетамилоида, тоже способен влиять на мозговые артериолы. Регресс, ремоделирование мозговых артериол наблюдается при применении эндопамиды. Это вот его дополнительный плеотропный эффект, который как раз и обеспечивает церебропротекцию и улучшение функционирования когнитивной сферы. И вот то, о чем я говорил. Индап в настоящее время появилась делимая таблетка Индапа, разные дозировки, минимальная 0,625, и вот такая привычная нам максимальная 2,5. К сожалению, эндопамид не имеет фиксированных комбинаций с сортанами, и вот в такой ситуации мы можем использовать только свободные комбинации, такая делимая таблетка позволяет каксинифицировать антигипертензивную терапию. Ну и да, как вариант, вот в нашем клиническом примере эндопамид и метроэндипин тоже свободная комбинация с помощью вот такой делимой таблетки, которая абсолютно официально может делиться на 4 части, мы можем использовать всю мощь свободных комбинаций в клинической практике. Второй пример – это тоже живой человек, живая пациентка, жалобы на повышение артериального давления до 150 на 90 мм штукного столба, неспецифические жалобы на периодические головные боли на фоне подъема артериального давления, в настоящее время не работает, ранее бухгалтер профессиональные вредности, а пациентка отрицает. Из анамнеза известно, что, к сожалению, есть сахарный диабет на протяжении 5 лет. Сахарный диабет – это по праву не только эндокринологическое, но и сречно-сосудистые заболевания, со всеми отекающими отсюда рисками, сречно-сосудистыми рисками. Есть непереносимость лекарственных препаратов, дегидроперидиновая антогонистка, кальция, крапивница, отеки, головная боль. Регулярно принимает сахаросвежающую терапию, метформин, ингибитор ДПК-4, ситоглептин, но регулярной антигипертензивной терапии, к сожалению, не принимают препараты, поскольку болит, боится нежелательных лекарственных реакций. Очень часто, в реальности, мы видим периодически на фоне подъема артериального давления, каприл 25 мг, сублинговально, то есть купируют такие острые подъемы артериального давления без стабильного контроля его на протяжении всех суток. Объективные данные по органам и системам тоже без существенных особенностей. Офисное артериальное давление повышено 151 на 83 мм тутного столба, тоже изолированная систолическая артериальная гипертензия. Данные лабораторно-инструментальных методов обследования, клинический анализ крови и матчи без патологии, есть поражение почек, такой орган уменьшения артериальной гипертонии, микроальбуминурия 59 мг в сутки. Обеохимия крови, креатинин 105 мкм на литр, скорость публичной фильтрации рассчитанная 48 мл в минуту, тоже хроническая болезнь почек, третьей стадии. Глюкоза 6,6 мм, остальные показатели без данного отклонения от нормы. По данным ЭТГ тоже все в порядке, ритм синусовый, 68 ударов в минуту, нормальное положение электрической оси сердца. По данным СМАК, чистого диастолической артериальной гипертонии, нарушен суточный профиль, то, что очень часто встречается, недостаточная степень снижения артериального давления в ночное время, то есть в норме давление должно снижаться на 10-20%, если снижается, либо не снижается, то есть 0% снижения в ночное время, либо снижается недостаточно до 10%, это как раз вот мой дипертип, который тоже имеет свои прогностически неблагоприятные особенности, он повышает риски фатальных и непатальных исходов на полной артериальной гипертонии. Утренняя динамика изменена, повышенная величина и скорость утреннего подъема систолического давления и повышенно-среднесуточное пульсовое давление, это закономерно, пульсовое давление – это маркер жесткости сосудистого русла, а вот систолическое давление, к сожалению, оно в большей степени взаимосвязано с поражением органов мишени, вот живые пациенты, имеющие изолированную систолическую гипертонию, они в большей степени подвержены вот такому более интенсивному прогрессированию поражения органов мишени на фоне артериальной гипертонии. Эх, кардиография – похожая картина, как и в предыдущем случае, концентрическая гипертрофия миокарда левого желудчика, фракция выброса сохранена, 62% по папанному аппарату без особенностей, статологическая инфункция первого типа и признаков легочной гипертонии не выявлено. Здесь уже диагноз, здесь уже гипертоническая болезнь. Третьей стадии есть сахарный диабет у пациентки, есть поражение органов мишени, степень на основании уровня повышения артериального давления первая и очень высокий риск, риск 4 сердечно-сосудистых осложнений, сахарный диабет второго типа, гефропатия, хроническая болезнь почек третьей А стадии. И тоже мы обязаны выставить целевой уровень артериального давления. Пациентка поживая, пациентка имеет хроническую болезнь почек, исходя из этих критериев, систолическое давление 130-139, к диастолическому, как я уже упоминал, все проще, 70-79 у всех категорий пациентов с артериальной гипертонией. Здесь тоже была назначена свободная комбинация, это тербицартан 150 мг в сутки и эндотамин 2,5 мг в сутки. Это тоже препарат Эндап, но в отличие от предыдущего клинического случая, здесь капсула, то есть Эндап доступен как в виде делимой таблетки, так и, я думаю, хорошо известной нам привычной формы выпуска в виде капсул, 2,5 мг. Вот мы так персонифицируем антигипертензивную терапию с использованием вот таких возможностей. Что в динамике? Через 3 недели осмотр. Уровень офисного артериального давления 135 на 73 мм трутного столба, то есть мы уже находимся в целевом диапазоне артериального давления, по органам и системам без особенностей. И дальше следующий осмотр через 4 месяца, после начала, после инициации антигипертензивной терапии. Уже даже мы не регистрируем микроальбуминурию, формально она отсутствует, 26 мг альбумина в сутки, это не входит в критерии микроальбуминурии. То есть антигипертензивная терапия, с одной стороны, позволила обеспечить стабильный контроль артериального давления, а с другой стороны, вот даже мы видим защиту органов мишени в виде аннивелирования микроальбуминурии у нашей с вами больной. Почему Ирбисартан, почему инвапамид в данной клинической ситуации, почему именно такая свободная комбинация была применена? Ирбисартан имеет обширную доказательную базу, это программа Ирма-2, в которой были доказаны его нефропротективные свойства, это и снижение риска микроальбуминурии, прогрессирование ее, снижение риска упоения приотенина и снижение риска развития терминальной стадии хронической болезни почвы. Вот поэтому Ирбисартан, ну и в принципе блокадрорас, они являются одним из компонентов антигипертензивной терапии при наличии у пациента сахарного диабета. Почему инвапамид? Вот исследование НЕСТР, как раз в нем изучались нефропротективные способности, эффекты инвапамида у пациентов с сахарным диабетом. И там он сравнивался с инваприлом, представителем эталонного класса, я имею в виду инвибитера ФПФ в контексте нефропротекции. Что было продемонстрировано в рамках данного исследования? Полная сопоставимость энвапамида в контексте нефропротекции с инваприлом, как раз в конечной точке в виде микроальбуминурии. Что было показано? Эндвапамид абсолютно идентичен представителю эталонного класса в вопросах защиты почек как органа мишени. Вот поэтому вторым компонентом мы избрали эндопамид тоже для дополнительной органопротекции, улучшения защиты почек у нашей с вами больной. И вот то, о чем я говорил, эндопамид имеет и свои плеотропные эффекты, помимо непосредственно георетического эффекта. Это и антагонизм к ионам кальция, это и синтез простагландинов, и два те биологически активные вещества, которые благоприятно действуют на сосудистую стенку. Сосуды у нас представлены во всех органах мишени, поэтому улучшая структурно-функциональные особенности сосудов, мы так или иначе реализуем органопротекцию на уровне всего организма. И вот отчасти благодаря этому эндопамид демонстрируют такой нефропротективный потенциал у пациентов с артериальной гипертонией и, в частности, с сахарным диабетом. И вот оно сравнение тиозиды, тиозидоподобные диуретики. Конечно, тиозидные диуретики, они отличаются в контексте безопасности терапии и в контексте влияния на пиминализм углеводов и липидов. Мы видим, как часто развивается глипокалиемия при применении гидрохвортиазида, как он влияет на глюкозу, липиды, более выраженно влияет на уровень мочевой кислоты и как он металлический нейтральный препарат эндопамид. Даже среди тиозидоподобных диуретиков хвортилидон тоже является тиозидоподобным диуретиком. Тоже есть различия. В большей степени хвортилидон вызывает гипоталиемию. Это было показано в исследовании Алхат. Там, конечно, хвортилидон влиял на конечные точки, на прогноз пациента, но у каждого восьмого пациента была выявлена гипокалиемия и даже повышался риск развития впервые диагностированного сахарного диабета при применении хвортилидона. И уже органопротективное различие эндопамид, гидрохвортиазид, помимо антигипертензивного эффекта, давление на уровень артериального давления, эндопамид – это длиннодействующий препарат, гидрохвортиазид действует короче. Не достигая 24 часов, там, да, 6-12 часов его период повыведения влияния на гипертрофию левого желудочка, на альбоминурию, эндопамид, соответственно, улучшает эндоксмассы миокарда, снижает его, уменьшает выраженность микроальбоминурии, чего нет у гидрохвортиазида. А гипертрофия левого желудочка, она была у всех наших пациентов, у двух пациентов, которые встречались на клинических случаях. Почему так? Важен вопрос, регресса гипертрофии левого желудочка. Казалось бы, увеличение массы миокарда, что оно может такого существенного дать. Риски тоже есть ассоциированные с гипертрофией. Это повышение рисков инсульта, пищенической болезни сердца в 2-3 раза, а риск хронической сердечной недостаточности, он взлетает на фоне наличия гипертрофии левого желудочка, особенно концентрического ее варианта, взлетает до в 8 раз. То есть дополнительная органопротекция, дополнительные пеотропные эффекты, которые способны обеспечить антигипертензивные препараты, это тоже крайне-крайне важно. И вот мы видим, что не только фиксированные комбинации, не только стратегия одной акаблетки позволяет этого достичь, но и есть совершенно потрясающие препараты в виде свободных комбинаций, которые позволяют нам тоже этого достичь. Я, конечно, имею в виду, например, индухамид, антигипертензивные препараты, а не три метра антигипертензивные. Глубоко уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание.